Приветствуем вас в новой серии проекта Чердачная Дензел, где известные блогеры показывают, как можно обустроить пространство на чердаке и создают нечто удивительное из старых вещей. Смотрим новый выпуск вместе! Так, друзья, всем привет! Меня зовут Сергей и я рад вас видеть в своей мастерской. В этом видеоролике мы вместе с вами соберем диван. Хороший добротный диван, который можно поставить на чердак, на лоджию, на балкончик, на терраску, в беседку, а я буду собирать диван для бани. То есть, в принципе, каркас у нас будет по принципу одинаков. Я постарался взять максимально упрощенную часть, чтобы не было сложных соединений, элементов, чтобы каждый зритель, каждый самостройщик, скажем, каждый хозяин дома смог это все повторить. Поэтому вам желаю приятного просмотра и поехали! Для того, чтобы собрать нам диван, я взял максимально простые инструменты, которые, в принципе, у каждого домашнего мастера, они есть. Это раз. Либо, если их нет и зритель хочет себе что-то приобрести, то это минимальный набор бойскаута. То есть, в принципе, это шуруповерт для того, чтобы засверливать отверстие. Это винтоверт для того, чтобы стягивать хорошо доску. Соответственно, у нас есть дисковая пила для того, чтобы нам пилить все заготовки. Ну, шлифовальную машиночку взял, потому что все-таки надо ее будет зашлифовать. Мы покроем маслом, плюс сгладить углы, края, чтобы не было никаких занос. Ну и мелкие инструменты. Это угольник, рулетка, карандаш, пару струбцин для третьей руки, я называю. Ну и крепежик. План действий у нас довольно, скажем, простой. Нам надо собрать саму опору, куда будет укладываться матрас. У меня в данном случае матрас на сене. То есть, я собираю диван под баньку. Если вы будете собирать на лоджию, к себе куда-то на террасочку, то вы можете уже поиграться с габаритом. То есть, у меня, допустим, матрас 75 сантиметров на 2, я буду собирать под него подиум. Все элементарно и просто. Сейчас все покажу. Если вы вдруг хотите пошире, либо поуже, может, у вас не пролазит место, не позволяет 75 сантиметров поставить, то вы можете его сузить. Но, в принципе, по плану схеме вы все понимаете. То есть, у нас есть опора, куда ляжет матрас. Есть две колонны опоры слева и справа. А высота сидушки у нас примерно 40 сантиметров, подлокотник плюс 30, чтобы удобно было руке. Ну и, конечно, две опоры под спиннинга, на которые, если что, можно будет облокотиться. Ну и дополнительно в процессе вам покажу, как заложу подиум рейкой. В принципе, это мы сейчас все пойдем по порядку. Поэтому давайте приступать к работе. Доску для проекта беру сразу сухую строганную и с фаской. Можно взять, конечно, обычную, отстрогать, снять фаску, шлифануть, но это занимает кучу времени. Поэтому лучше сразу готовую, да, чуть дороже, но зато экономит наше время. Так как у нас есть план действий, поэтому сразу махом начинаю заготавливать все элементы каркаса. Аккумуляторной пилой через угольник торцую и отрезаю доски. Это очень удобно, быстро. Ну и пила аккумуляторная придает больше мобильности. Так, друзья. Буквально за 20 минут мы напилили все необходимые нам элементы. То есть, в первую очередь, две доски двухметровых. Это подиум, на который будем садиться. Две доски, это спинка. Будем делать усиленный узел такой, Т-образный, как полудвутавр. Я вам дальше покажу. Дальше у нас есть четыре ножки для боковых стенок. Есть четыре опоры для усиления самого подиума, ну, сидушки. Два ригеля, два подлокотника. И две доски упоры примыкания самого дивана. Поэтому огонь. Сейчас немножко марафет. Раскладываем детальки. Будем засверливаться. Дальше сейчас все покажу. Продолжаем. Ну и, конечно, не забывайте защищать глаза и уши. А когда еще в ушах играет музыка, работать вдвойне веселей. Сначала буду собирать боковые опоры. Крепить буду все на саморезы желтые 6х90. Поэтому, чтобы не щелкнула доска, предварительно буду засверливаться. Ну и, конечно, струбцинки тут выручают. Крепить буду все на саморезы желтые. Дальше. Смотрите продолжение в следующей серии. Одна опора у нас готова. В таком же ключе собираем вторую. В дальнейшем я еще добавлю одну перекладину под подлокотник. Так будет симпатичный. Теперь собираем подиум. У меня он длиной 2 метра. По краям слева и справа взял расстояние по 60 сантиметров. А в середине что осталось? Как только собрал все детали, беру в руки шлифмашинку и шлифую все края и острые углы. Закидываю все на стол, переворачиваю опоры и с помощью струбцин выставляю подиум. А затем фиксирую на пару-тройку саморезов. Смотрите продолжение в следующей серии. Далее беру в руки дюймовку. Эта доска сухая строганная 20 на 95. Также имеет сразу фаску. Пилю по 2 метра, а потом также сниму фаски по торцам и уберу все заусенцы. Засверливаю сверлом для будущего крепежа и раскладываю примерно с одинаковым зазором. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. После креплю спинку, которая состоит из двух досок. Что я еще изменил? Я передние саморезы перекрутил на красивую тарелку. Это конструкционные саморезы. Понятно, что они стоят денег, но так они добавили больше эстетики. Проверяем, что у нас получилось. Как сидится, чтобы ничего не болталось и хватало жесткости. После этого покроем все маслом. После нанесения масла жду полчасика и убираю излишки. И оставляю высыхать. Ну и теперь тест-драйв. Диван получился добротный. Цвет у меня тик в один слой. Видна структура дерева. Также кинул матрас, чтобы оценить всю прелесть. Подушки, конечно, маловаты. Докуплю чуть позже побольше. А то совсем не смотрится. В подушках, кстати, и в матрасе у меня сено. Теперь после пара, после баньки, можно будет прилечь и отдохнуть. Ну и, конечно, подышать хорошими травками. Спасибо вам за просмотр, друзья. Надеюсь, показал все максимально подробно. Делайте себе простую качественную мебель. Создавайте уют. И кайфуйте. Я уверен, каждый сможет это повторить. Ну и, конечно, пишите комментарии. Что бы вы добавили или изменили, я думаю, всем будет полезно. Еще раз спасибо. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока.